как поддерживать порядок в доме всегда сегодня я покажу как организую свой дом для того чтобы буквально удержать каждую вещь на своем месте и не тратить время на бесконечное наведение порядка и поиск потерявшихся вещей поехали каждом доме есть такие поверхности которые как магниты притягивают за целый день к себе кучу мелких но очень нужных предметов в таких местах можно поставить какой-нибудь декор или цветок возможно это спасет ситуацию ну а я в этих случаях просто ставлю органайзер поднос или корзинку так и выглядит все более аккуратно как будто так и было задумано и нужные вещи всегда под рукой и протереть пыль или смахнуть крошки со стола можно будет буквально за одну минутку не поднимая каждый предмет по отдельности все шампуни гели для душа умывания мытья посуды я храню в баночках дозаторами для того чтобы ими воспользоваться не нужно их даже брать в руки и они всегда остаются на своих местах чистые и сухие они валяются по всей ванной комнате особенно это касается крема для рук который я раньше постоянно где-то теряла теперь он у меня стоит как камень в двух местах кухне и в ванной зачастую бардак в доме создают сумки мокрая обувь у которой вроде бы и есть место в тумбочках но прежде чем туда поставить нужно чтобы она просохла одежда которую уже надевали или приготовили на утро гора неглаженного белья которая ждет своего часа для таких вещей нужно обязательно организовать перевалочные пункты это может быть отдельная тумбочка или полка если есть такая возможность может быть корзинка или напольные плечики а иногда выручает просто крючок где-нибудь в укромном уголочке за дверью или на боковой стенке шкафа особенно это актуально для детей которые просто не достают до верхних полок и штанг если мы добавим крючки на уровне их роста то они перестанут бросать свои вещи как попало на больших высоких полках и в больших выдвижных ящиках удержать порядок практически невозможно поэтому я всегда делю их на секции ячейки любыми способами с помощью корзин разделителей дополнительных полок коробок которые во-первых помогут разделить вещи на категории а во-вторых не дадут им перемешаться между собой причем разделители должны занимать почти весь ящик по высоте это особенно важно для детей потому что если разделители небольшие то сверху останется место чтобы набросать туда еще кучу всего а если они достаточно высокие то хочешь не хочешь а нужно засунуть в какую-нибудь ячейку легко поддерживать порядок в доме помогает и вертикальное хранение вещей и это касается не только одежды в шкафу главное преимущество такого способа хранения заключается в том что все предметы самостоятельно или с помощью разделителей стоят не опираясь друг на друга и когда вы что-то берете остальные вещи остаются на своих местах не перемешиваясь и точно также легко вернуть все на место не нарушая порядок чем меньше в доме вещей тем легче их упорядочить поэтому как только я понимаю что какая-то вещь нам уже не нужна я незамедлительно отправляю ее в специальную корзину куда складываю такие вещи которые можно еще кому-то отдать или нужно утилизировать это я сделаю при первом же удобном случае ну или когда корзина совсем уже переполнится чтобы уменьшить количество пакетов которые организовать надолго практически невозможно нужно просто положить пару хозяйственных сумок там где вы их точно не забудете перед походом магазин в прихожей в машине ну или прямо в сумочке если где-нибудь в прихожей или на журнальном столике накапливается куча газет и рекламных буклетов из почтового ящика то проверяйте почту не по дороге домой а наоборот когда выходите куда-то и весь этот мусор сразу отправляйте в ближайшую урну чтобы не бегать по квартире туда-сюда во время наведения порядка я беру любую свободную емкость корзину или просто тазик из ванной и делаю ровно один круг по дому собираю все предметы которые находятся не на своих местах и сразу же по дороге выкладываю их в нужной комнате если совсем некогда аккуратно складывать вещи то можно эту корзину припрятать и разложить тогда когда появится время ну а если разбросанные предметы это в основном детские игрушки то такую корзину стоит выдать ребенку чтобы он сам их собрал и одним махом отнес в свою комнату для того чтобы дети и муж возвращали вещи на свои места я для начала убеждаюсь в том что они знают где это заветное место потому что иногда на этот счет у нас разное мнение а если не очевидно что где должно находиться то можно просто подписать эти места хранения и упростить этим жизнь всей своей семье очень важно чтобы вещи были легко доступны и не нужно было добывать их из кучи чтобы было минимум препятствий для возврата их на место в идеале должно быть так открыл взял закрыл и точно также обратно открыл положил закрыл не нарушая порядок в соседних вещах а для этого нужно организовать пространство в доме буквально каждый его уголок так чтобы жить в нем было легко находить вещи можно было быстро а возвращать их на места интуитивно на автомате даже не задумываясь и когда все поверхности и пол свободны не завалены вещами то протереть их займет совсем немного времени о том как именно организовать свой дом чтобы порядок в нем было всегда все видео на моем канале поэтому заходите смотрите подписывайтесь и обязательно жмите на колокольчик для того чтобы получать уведомления о выходе видео и не пропускать новые идеи для вашего дома пока